Привет, мои гадландные друзья! Уже завтра стартует, помимо этапа Кубка Миров по Клюке, всероссийские отборочные соревнования, чемпионат России в Ижевске, где будут разыграны по одной путевке в мужскую и женскую команду на чемпионат Европы. Надо сказать, что соревнования должны быть очень представительными, не менее представительными, чем ижевская винтовка, прошедшая в конце декабря, ожидается приезд и Дмитрия Малышка, и Антона Бабикова, Ульяны Кайщевой и многих-многих других известных спортсменов, которые не отобрались на чемпионат Европы. То есть, с исключением основной команды, которая выступает в Поклюке, и тех бойцов, которые выполнили условия отбора по результатам январских этапов Кубка IBU. Так вот, прежде чем эти соревнования состоялись, произошла такая необычная коллизия, о которой хотелось бы поговорить. В Рыбинске соревнования должны были пройти в известном лыжно-биатлонном центре Демина, который ранее принимал неоднократно этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Сейчас готовился к первому важному дебюту в биатлоне, там сейчас поставили современные установки, комплекс растет, развивается, и в первый же год ему было доверено проведение 100 ответственных соревнований, но которые были перенесены незадолго до их старта, уже в Ижевск, в тот момент, когда все команды приехали в Рыбинск, что создало неприятную ситуацию. Ну, во-первых, справедливости ради хотелось отметить, что в этом году такая аномально теплая зима по всей Европе, и проблемы касаются не только европейской части России, но и все видели, в каком состоянии был снег на этапах Кубка мира в Анси в Оберхофе, где организаторы чудом спасали, собирая этот снег по крупицам, выкладывая его на трассе рано утром, так это было в Оберхофе, где его брали из снежного тоннеля, плюс часть снега привезли из Гильзенкерхена, в Легран-Барна, они его привозили со всех окрестных высоких гор, и также укладывали на трассу. В общем, худо-бедно провели, но те же, например, поляки, которые должны были принять четвертый этап Кубка и Бию, в Душниках-Сдруй, они не справились с этой задачей, не смогли подготовить трассу, и в результате спортсмены две недели тренировались в Словацком острове. Так что вот такие реалии современного биатлона. Ну а в Демино была какая ситуация? Изначально, конечно, нужно было сразу смотреть прогноз погоды, тем более, что у организаторов есть возможность получать данные от МЧС, наиболее точные, но, насколько я знаю, они недооценили, во-первых, потепление, считали, что будет более прохладная температура, и с помощью снежных кушек можно будет подготовить трассу. В результате все это отменилось только в последний момент, а так, конечно, у них был опыт в Демино в 2007 году, когда впервые там проходил этап Кубка мира по лыжным гонкам, так вот, тогда они бросили все силы на сохранение трассы, то есть положили настилы из ледяной крошки, затем сверху посыпали снег, и вся эта конструкция выдержала соревнования лыжников. Да, вокруг снега не было, но трасса была подготовлена на должном уровне. И тогда это было чудом, в общем-то, вопрос решали всеми силами, по принципу мы за ценой не постоим, благо одним из идеологов проведения этих соревнований был Юрий Ласточкин, скандально известный экс-глава Рыбинска, который нынче находится в местах не столь отдаленных. Но это уже другая история, конкретно вот в тот момент удалось спасти соревнования. Сейчас, видимо, СБР также рассчитывал, что организаторы сделают все, что можно, они и сделали все, что можно, действительно старались, но сложилась такая форс-мажорная ситуация. Но с другой стороны, спортсмены-то оказались в проигрыше, то есть, представляете себе, перед важным ответственным стартом они приезжают в место, где лыжня не подготовлена. Ну, естественно, все видели, что какие посты выкладывали биатлонистки, и Ульяна Кайшева, и Валерия Воснецова, которая возмутилась вот таким странным решением, потому что спортсмены приехали на один-два дня в Демино, не смогли там толком потренироваться, и затем вынуждены были путешествовать за 1300 километров в Ижевск. Естественно, это дополнительные денежные затраты на регионы, и так в непростой финансовой ситуации в российском спорте. Это и дополнительный стресс для спортсменов, но единственное, что стоит сказать, что все-таки это хорошо, что соревнования будут проходить в Ижевске в нормальных условиях, и все спортсмены будут находиться в равном положении, а не так, что первые еще пробежали более-менее, а последние уже по совсем разбитой трассе. Ну и, конечно, может быть, организаторы допустили такую ошибку, что слишком рано вот эти вот запасы снега выложили, позволили людям кататься по трассе, к примеру, в том же Оберхофе спортсмены, которые не участвуют в гонке, кататься на трассе не могли. В Хахфильцине также год назад, насколько я знаю, трассу закрывали, а здесь получается, что остатки снега разбили, сделать новые возможности не было, но и вот как-то так произошло. Но будет это хорошим уроком и для организаторов в Рыбинске, которые, насколько я знаю, намерены и дальше развивать биатлон, причем биатлон становится приоритетным направлением, в отличие от лыжных гонок, это хорошо, нам нужны соревнования и базы в европейской части России. Ну и для СБР также, в общем-то, я думаю, сделают выводы и в дальнейшем будут более ответственно относиться. А то получалось, что в воскресенье еще Владимир Драчев сказал в эфире у Губерниева о том, что гонки состоятся при любой погоде именно в Рыбинске. Люди также звонили, узнавали, то есть, в общем-то, все было в силе и тут такой внезапный перенос. Если же говорить о регламенте этих соревнований, там будет чемпионат России в суперспринте, но в нем могут не принять участие сильнейшие спортсмены, так как в зачет отбора идут только две спринтерские гонки в рамках Кубка России. И по их итогам, по сумме баллов, определятся эти самые счастливчики, которые поедут на чемпионат Европы. Ну и на ближайшие этапы Кубка Абью. Более того, у них, вот в частности, про малышка Драчев сказал, будет даже шанс попасть на чемпионат мира, ну хотя бы в качестве запасного. Так что вот такие дела. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.